Пение глухих и танец незрячих. Фестиваль движения без границ – первое мероприятие подобного рода в Приморье, где в роли артистов люди с особыми потребностями сегодня здесь собираются показать, что невозможно всего лишь слово. За кулисами особенное волнение. Большая часть этих артистов выйдет на сцену впервые. Одна из них Мария Бойко многие годы провела в домашнем заточении. Сложно для меня такой шаг – 11 лет просидеть дома, не показываться на людях и сделать сразу такой вау, выход перед людьми на сцену. Для меня это страшно, волнительно. Но в то же время это восторг. Столько эмоций, столько приятных лиц, столько моря позитива. Как и остальные. Как и остальные, участники Мария полгода занималась хореографом Жанной Савенко и на сцене показала класс. В проекте участвовало шестеро танцоров на коляске. Помимо них особенный артист из Седанкинского дома-интерната для инвалидов. Однако больше всего зрителям запомнился номер хора глухих «Пение пальцами» и выступление Евгении Меркуловой. Привычную ситуацию, попытку слепой перейти дорогу на этой сцене превратили в танец. Приятным дополнением к фестивалю стало выступление Александра Пстыги и других профессиональных артистов. Но не только они. Команда хореографов, визажистов, дизайнеров по костюму – все эти люди работали лишь за идею и создали этот проект. Организаторы которого – благотворительный фонд «Мама» и дальневосточная организация инвалидов «Ковчег». Вообще у этого проекта есть большое будущее. Мы считаем, что людям это действительно очень нужно. Для людей это очень важно. Люди становятся более улыбчивые, более жизнерадостные. И, конечно, они вдохновляются от подобных проектов. И я уверен, что этот проект будет иметь будущее. На это надеются и свежеиспеченные артисты. Глядя на результат работы, становится очевидно – слово «невозможно» не существует. Анастасия Ярошенко, Михаил Павлов. Панорама.